462-й хадиса Наби Гурайрата, а не Наби, салаллаху алейхи васалима, Абу Гурайрата, рады и аллаху, рассказывал о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи васалим, говорил, Хакку аля кулли муслим, хакку аля кулли муслим, является обязательным для каждого мусульманина, аньягатаси ля кулли саба'ти аям, совершать полное омовение раз в семь дней. Уаньямас сатыбан инваджадаху, и использовать благовоние, если он найдет эти благовония, то есть если у него будут эти благовония. Братья, что касается положения делать гусль каждые семь дней, то это является обязательным для каждого мусульманина, будь он мужчиной или женщиной, будь он мужчиной или женщиной. Это первый момент. Второй момент, Бааракалуфикум, если в течение семи дней, в течение семи дней, была причина совершить шариатский гусль, тогда вот эта обязанность падает. Как, допустим, например, мужчина женат или женщина замужем, и, допустим, совершали полное омовение. Или же, допустим, например, были какие-то другие шариатские причины, тогда падает. Если же нет никаких шариатских причин, то есть это как вы с этим можете столкнуться Бааракалуфикум, например, женщина. Для мужчины, который ходит на джума, на пятничную молитву, для него Бааракалуфикум гусль в день джума является обязательным. Для него джума является обязательным. Женщины же на джума же не ходят, женщины дома сидят. И поэтому, например, если женщина не замужем, допустим, Бааракалуфикум, и, может быть, она делает гусль один раз в месяц после, допустим, того, как заканчиваются у нее вот эти вот дни Бааракалуфикум. А вот в течение недели она же гусль не делает, она должна не забывать об этом хадисе, что она все равно обязана Бааракалуфикум раз в семь дней совершать гусль. Или в этом указание на что? На то, что религия Аллаха Субханнатла, религия Ислам, религия чистоты, религия чистоты.